Ну, что касается игры, результат, конечно, нас удовлетворяет, но я думаю, что прежде всего сыграла злую шутку наша серия. Ну, на сборах мы сыграли две игры с ровной, и мы вроде так обыграли, можно сказать, даже легко. И поэтому для того ребят свозила такая расхляпанность, что и было видно по всей игре. Вот, плюс, я не знаю, ну, у меня как бы других слов нету, где-то недооценка, и было, в общем-то, плохое движение. Очень неудачно сыграли центральные полузащитники, от которых должен идти какой-то креатив, организационная игра в атаке, там же соментирование обороны. Но этого, к сожалению, не было. И хорошо хоть забили, вроде неплохие мячи, как бы такие, особенно первый такой игровой неплохой мяч, но игра сегодня не получилась. Я говорю, многие ребята меня удивили своей плохой игрой. Ну, хорошо, что выиграли, но опять же, будем разбираться, в чем причины. Ну, самой, самой игрой я недоволен рисунком игры. Вообще, я, это худшая игра наша, даже за все время, и, если брать во внимание, и сборы, и товарищи игры, и все, что угодно, это, это была такая игра на нервах. Хотя, если чуть-чуть вернуться в историю, я вот, сам много раз ее оплатил в Ровно, у нас всегда очень тяжелые игры. Дома, если мы выигрывали, то еле-еле 1-0, а в Ровно я вообще не помню, что мы выигрывали. Ну, если брать из истории, Ровно всегда очень сложная команда для нас. Хотя, что касается команды соперника, они молодцы, не остановились, как бы дожали, где-то забили, могли, может, еще забить, хотя, ну, это футбол. Понятно. Есть вопросы? Ну, сегодня депутовала два в России в Музыченко, и Зинченко, и в Руси, и в Руси, и в Руси. Ну, уже раз его этих ребят, я, как-то, был сзади, можно сказать, таких серьезных ошибок не было, ну, за исключением гола, хотя это не игрок был Музыченко, а Зинченко, он практически там третий день в команде, и я думаю, что мы правильно выразовываем на активный полузащитник, то, что нам нужно. Но, к сожалению, все равно остается открытый вопрос центрального обладающего, который бы мог поставить точку. Какая-то, к сожалению, нет. Скажите, пожалуйста, чем у вас есть претензии, потому что команда соперника, насколько я понимаю, есть? Ну, скажу вам, даже по рижнице мы играли, но много, много, все-таки, провокаций со стороны ребят тревогенских. Я ничего не имею против команды, но, скажем, момент там с Тенальти, его не буду разбирать, но то, что я видел, это, ну, человек, как бы, выпрашивал про Тенальти. Знаю некоторых ребят с этой же команды, но где-то были спорные моменты, хотя я тоже где-то в чем-то в каких-то эпизодах недоволен. Так что, что осуждать там, говорить о судействе. Ну, он же там не закрывал там собой ворота, что не давал там забивать, дал забить. У меня тоже там моменты, когда забивали, мне показалось было не игрой, но тем не менее, мяч был защитным. Еще там некоторые моменты по второму тайму, вообще там все спорные моменты были в нашу сторону. Так что говорить о судействе, ну, я не берусь там что-то сказать. Если говорить о какой-то нам симпатии, то, может быть, где-то по первому тайму и то такое, как бы, на правах хозяев, и то минимально, может быть. А что касается в общем, особенно второй тайм, у меня тоже не совсем приятные воспоминания. Все, спасибо.